Друзья, всех приветствую на канале. Мэр города Черкасс бросил вызов президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МВД Украины Арсена Авакову. И с 1 мая ослабил карантинные ограничения и разрешил людям частично возобновить малый бизнес, а также посещать местные магазины. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета. К такому шагу здесь прибегли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые жалуются, что из-за карантина оказались на грани выживания. Предприниматели пообещали строго соблюдать все санитарные нормы, правила, устанавливать антисептики, возле помещений измерять температуру. В результате обсуждений сполком принял решение открыть, возобновить работу магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов и так далее. Мастерских по ремонту обуви, одежду, ремонту, установке окон, дверей, ворот и парикмахерских, салон в красоты и так далее. Рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйской продукции, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, объектов спортивной инфраструктуры, исключительно проведение тренировок. Из-за этого решения у главы МВД Украины Арсена Авакова началась настоящая истерика и он начал угрожать тюрьмой мэру города Черкассы. Пан глава города Черкассы, вы заигрались, прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр, реагирование будет жестким, написал Арсен Аваков на своем твиттере. Как вы поняли, в Украине реальный президент-диктатор это Арсен Аваков, хотя по закону, по конституции, министр внутренних дел это всего лишь исполнительная власть в составе кабинета министров. И Аваков, как министр, не является начальником мэров городов, которые пришли к власти путем выборов. Он не является начальником, но ведет себя так, как будто он хозяин мэра и он отдает ему распоряжение, что ему делать, как себя вести, какие решения принимать. И на фоне этого вылазит виртуальный президент Зеленский и также начинает гавкать. Окремый полумьяный привет, особенно от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, которые вместе с городом загубили календарь и собирались помягчивать карантинные заходы. Вы посмотрите, президент Зеленский запугивает мэра Черкасс Аваковы, мол, на тебя Авакова натравлю. Я уже выкладывал смешную картинку с подписью реальных президента Украины и его секретутка. Вы знаете, мне Зеленский напоминает такую вот содержанку, которая, знаете, такая, папик, папик, пойди разберись с тем, кто меня обижает. Аваков такой, Зеля, ты, знаешь, не отвлекайся, работай, сейчас закончишь, и я папик пойду разберусь, кто там мою содержанку обидел. Ну, вот, знаете, это так выглядит. Это спроба заработать политические рейтинги циною життя и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические наследки. На будущее это относится всех представителей местной влады, которые плутают слова децентрализация и автономия. Мэр Черкасс ответил публично, что прошли те времена, когда общественность должна бояться мусоров, а потому он будет делать то, что выгодно населению Украины, гражданам его города, а не лично Авакову. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что ослабление карантина в городе безопасно, и правоохранительных органов он не боится. Причиной этого решения стали неравные условия, принятые постановлением Кабинета министра, когда одним предпринимателям на одной группе позволяли работать, а другим не позволяли. Бондаренко уверен, что городские власти не нарушают правила карантина, а просто обеспечивают равные условия ведения бизнеса для всех предпринимателей в соответствии с Конституцией. В частности, поставили в равные условия небольшой строительный магазин и большой строительный гипермаркет. Действительно, почему так получается, что во время карантина такие гипермаркеты, как Эпицентр, спокойно себе работают, запускают людей в магазин, зарабатывают деньги, а в это же самое время запретили работать маленьким строительным магазином? Почему дискриминация? Почему карантин не касается Эпицентра? Наверное, потому что Эпицентром владеют олигархи-гереги, которые приближены к Зеленскому и дружат с Аваковы. Потом мэр Черкассы возмутился, почему вы разрешаете работать большому гипермаркету Эпицентр, но запрещаете малым предпринимателям. Неужели, получается, по-вашему, посещение тысячами людей Эпицентра не несет никакой угрозы для здоровья? Потому что я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни людей, а то и тысячи находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить, почему по Черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, который находится рядом, они не могут посещать, сказал городской голова Черкасс. Кроме этого, мэр Черкасс утверждает, что еще до открытия уголовного производства по факту принятия решений из полком горсовета о смягчении карантинных ограничений были звонки с угрозами уголовных дел и лично мне как городскому голове угрожали. По словам Бондаренко, уже прошло то время, когда законопослушные граждане Украины боялись правоохранительных органов. Уже, наверное, многие слышали историю, как буквально неделю тому назад большой самолет Мрия доставил в Украину гуманитарную помощь из Китая, там, средства защиты эти маски. Неделю тому назад президент Зеленский и его делегация торжественно встретили самолет Мрия, который привез помощь для украинцев. В Киев из Китая привезли медицинские средства для борьбы с эпидемией, защитные маски, перчатки, лекарства и костюмы. Самолет встречал лично президент Владимир Зеленский. А сегодня мы радостно подием. У Гостомеля приземлился наш Ан-225, наша легендарная Мрия. Летак доставов на Батькивщину больше 12 миллионов масок. Наверное, многие могли подумать, что какой классный президент Украины и какой глава государства обеспечил доставку такого важного груза для Украины из Китая. Но, как выяснилось позже, этот рейс самолет Мрия был коммерческим по заказу эпицентра. И сейчас все вот эти вот маски с этой Мрии продаются в эпицентре за деньги. Позже появилось письмо народного депутата Украины Александра Гереги, владельца эпицентра, который написал официальное обращение с предложением покупать защитные маски в эпицентре. Оказывается, товары, которые эпицентр предлагает на продажу, Мрия доставила из Кита не на благотворительной, а на коммерческой основе. Представитель президента заявил, что у нас не СССР, и это просто бизнес. Зеленский встретил Мрию, а потом маски продает эпицентр. То есть, что получается? Был коммерческий заказ, эпицентр заказал Мрию, чтобы доставить маски из Китая, а потом эти маски продавать за деньги вам, украинцам, собственно, как коммерческий товар. То есть, обычная бизнес-сделка, да? Но на фоне этого президент Украины, государственный служащий, который живет за налоги граждан Украины, который представляет не бизнес, а как бы народ Украины, он подает это так, что он, вот знаете, глава государства, встретил самолет с типа, как бы, гуманитарной помощью. На этом он пиарится, он повышает свой рейтинг, люди его смотрят и начинают больше уважать как политика, как, собственно, главу государства, который вот так вот, собственно, помогает государству, обеспечивает его жизнедеятельность. Это называется политическая коррупция, когда за деньги частного бизнеса политик повышает свой рейтинг. И за это, в принципе, ну, нормальная страна, там, США, в Европе, за это, ну, и политическая ответственность, и даже уголовная могут предъявить уголовное обвинение в факте, собственно, коммерческого сговора в интересах политика. Вы знаете, как возбуждали уголовные дела против европейских президентов за аналогичные действия. В Украине это нормально. В Украине это нормально, потому что people have it. Сегодня журналисты программы «Схемы радио Свобода» опубликовали сюжет, как олигарх Игорь Котвицкий, миллиардер, который является другом Авакова, спокойно себя, несмотря на карантин, посещает Министерство внутренних дел Украины по личным вопросам. Кортеж Котвицкого прямует до Министерства внутренних справ. Тут через карантин посилені заходи безопасности. Всям, кто хочет потрапить на территорию, вымиряют температуру. Но Котвицкого и охрану не проверяют, а вортовый на воротах навіть віддает честь автівкам бизнесмена. Ну вот такая вот реформа в Украине. А в реальности просто банановая республика. Знаете, где вот в африканских странах, где есть такой генерал, там у него ордена развешены, знаете, такой вот весь в погонах. Это Аваков. И к нему съезжаются олигархи, бизнесмены. Все, собственно, съезжаются решать его личные вопросы. Аваков в личном, собственно, будучи, не имея на это полномочия юридически, и, знаете, дают указания кому-то мэру, что делать, кому-то депутату, что делать, кому-то, кому-сё. А он сам принимает олигархов, они садятся вокруг него, и он решает вопросы, кто, собственно, будет править Украиной. Вот это реформа. Вот такую вот реформу. И многие блогеры, многие журналисты, средства массовой информации, политики и депутаты, они поддерживают Авакова, они критикуют его, они вместе с ним в союзе, потому что для них это нормально. Это входит в их систему мышления, представления о работе государства. Это окей для них. Пану Авакова, которого я, безусловно считаю, врахую на эффективнейшим. Что же касается Зеленского, который заявил в видеообращении, что, оказывается, не нужно путать децентрализацию с автономией, потому что мэр города Черкасс не имеет права снимать, его городской совет не имеет права снимать карантинные ограничения, и, мол, Зеленский пригласил уголовной ответственностью, потому что он такой вот крутой. На фоне этого заявления Зеленского я хочу привести вам пример, как это происходит в США. В США власти нескольких штатов готовятся смягчить некоторые карантинные ограничения. В Миннесоте с 27 апреля вновь откроются некоторые некритичные предприятия. На работу смогут выйти до 100 тысяч жителей штата, которые трудятся в офисах и на промышленной отрасли. В штате Теннесси до 1 мая планируют открыть рестораны и торговые точки. В Айдахо большинство частных предприятий тоже смогут возобновить работу с 1 мая. Президент Трамп выступил за снятие ограничений. Президент США Дональд Трамп разрешил губернаторам американских штатов самим снимать ограничения. По мнению президента США, 29 штатов смогут снять ограничения уже в ближайшее время. Основываясь на последних данных, наша команда экспертов согласилась, что мы можем перейти к следующему этапу, который мы называем снова открыть Америку. Именно это мы и делаем. Мы открываем нашу страну, объявил Дональд Трамп. На самом деле я желаю украинцам, чтобы они жили как в США, потому что нам рассказывают, а вот в США, а вот в США, так вы поживите как в США, когда президент государства не борется за то, чтобы зажать вас, а борется за то, чтобы помочь вам. И я себя чувствую в этой стране свободно. Я вижу, как все работает, я вижу, как власти пытаются поскорее побороть это и скорее дать возможность бизнесу раскрутиться. А что происходит в Украине? То, что я говорил раньше. Власть Украины использует карантин для того, чтобы поднять свой рейтинг. Что происходит? Вот будут эти ограничения. Зеленский говорит, надо ограничивать, ограничивать. Украина пройдет этот этап и как бы люди не заболеют. И Зеленский скажет, люди не заболели в Украине, потому что я вел ограничения и Аваков не помогал, потому мы с Аваковым, хорошая команда, мы спасли Украину от этого кризиса. А теперь представьте, что в это же самое время мэр города Черкасс снимает ограничения карантина и тоже ничего не происходит. То есть люди не болеют, потому что он говорил, что там в Черкассах 9 человек погибло, а там десятки, сотни людей погибли от ДТП, от инфарктов, инсультов. То есть, знаете, там полпроцента. И он говорит, что ничего страшного не произойдет. И представьте, что ничего страшного не происходит. И другие города, на примере Черкасс, также открывают бизнес, открывают магазины, у пицентра появляется конкуренция. И тогда люди спрашивают, а зачем вы тогда вводили это ограничение? То есть толку от них был. Какой? Толк нету, толка, понимаете? И Зеленский даже не может сказать, что смотрите, какой я великий президент с Аваковым, что мы спасли страну. Тогда станет вопрос, а зачем вы вводили такие жесткие ограничения? То есть целесообразности. Потому они и испугались, что если в Черкассах откроется город и ничего не произойдет, то это снимет возможность для Зеленского и Авакова пиариться уже в последующем, что они спасли государство, потому они пытаются угрожать мэру тюрьмой. Я вам показываю суть власти, суть Зеленского, Авакова, его команды, что они действуют не в интересах вас, граждан Украины, а в интересах своего политического пиара. Это раз. А во-вторых, они действуют в интересах олигархов, которые, собственно, не находятся в союзе. Потому что в Украине для малого бизнеса создаются все сложности, а для эпицентра, ну, больших гипермаркетов, пожалуйста, мы даже самолет сопроводим президентской делегацией, чтобы ты потом продавал эти маски в эпицентре за деньги. Вот суть. Неужели украинцы, выбирая Зеленского, хотели именно такую Украину? Продолжение следует...